Мы хотели поговорить о митингах, которые у нас периодически проходят в стране. Но я считаю так, что на самом деле это как бы нормально для разных стран. Допустим, во Франции, в других развитых странах митинги время от времени проходят. Но другое дело, причины этих митингов, вот как ты считаешь, у нас в Казахстане, почему они проходят? Потому что падение уровня жизни людей. Да, кстати, это я считаю самым главным таким вот минусом. Почему? Допустим, если взять вот, ну, относительно меня. Я, например, лет, там, больше 10 лет назад работал в международной компании. Я зарабатывал примерно около полторы тысячи долларов. Сейчас вот, если я, допустим, вспоминаю, сколько примерно зарабатывают мои знакомые, коллеги, ну, примерно около 300 долларов, да, что-то около 100 тысяч. Я, конечно, там, статистику такую не веду за весь Казахстан. Но я просто говорю о тех людях, которых я знаю. Примерно такая зарплата. Может быть, у кого-то выше, у кого-то ниже в регионах, да, может быть. Это вполне нормально. Ну, это примерно так. Вот. Почему? Некоторые, наверное, из вас скажут, что мы живем в Казахстане, и что мы в Тенге там. Это все правильно. В Тенге должно быть, но один момент, что ты можешь купить за деньги, да. То есть, допустим, у нас много же производится вещей, которые привозятся из-за рубежа, да. То есть, те же самые, та же самая там электроника, да, автомобили. Если заходишь и смотришь на эти цены, конечно, это очень печально. Или даже просто поехать отдохнуть куда-нибудь за рубеж, там же все-таки валюта, да, там своя. И доллары, и евро. От него же отталкиваются все страны. И, соответственно, стоимость отдыха тоже как бы возросла. И если бы все у нас абсолютно было бы в Тенге, и мы на эти 100 тысяч могли много себе позволить, но это, к сожалению, не так. Вот, Эльмира, скажи, пожалуйста, у нас много денег уходит, да, на питание? Да, очень много уходит. То, что мы зарабатываем, все уходит на питание практически. Да, ну это я считаю, что не совсем хорошо. Ну, наверное, там не все полностью. Мы еще там вещи что-то покупаем, да, как бы. Но все равно у нас уровень расходов на питание очень высокий. Вот. Что еще я хотел сказать? Вот как ты считаешь, какая должна быть средняя или минимальная зарплата, которая вот тебе бы, как гражданин, устроила бы? Как ты считаешь, сколько это? От тысяч долларов. В Тенге, да, я так понимаю? Да, в Тенге. Да, ну вот смотрите, если сейчас у меня была зарплата полторы тысячи долларов, и я мог легко там сразу поехать отдохнуть и в Турции, и еще куда-нибудь. Сейчас мне, чтобы отдохнуть, поехать туда, нужно поработать там полгода и год, если со всей семьей, к примеру, я захочу. То есть это тоже чувствуется. И, то есть, если у меня было полторы тысячи долларов, сейчас у меня должна была быть зарплата где-то около, ну, где-то 500 тысяч, да? Да, 500. 500-600 тысяч. Это вполне комфортно было бы. Другое дело, какое, как бы, отношение, реакция со стороны властей. И вообще, как эти митинги проходят. Я считаю, что они должны проходить мирно. Да, законно, мирно. Но, например, допустим, такие сильные силовые акции, это, конечно, неприемлемо. Расстрел людей или еще что-то такое. Я думаю, цивилизованно. И еще один момент, например, сейчас многие из вас спросят, скажут, почему вот 22-е там число и так далее, другие даты, почему многие казахстанцы не выходят на митинги. Эльмир, скажи, пожалуйста, почему мы не выходим? Потому что это небезопасно. Мы думаем о своей семье, да? Мы думаем о своей семье, о своих близких, чтобы никто не пострадал. Потому что это один момент. Второе, просто нет доверия на самом деле. Я сейчас объясню, почему это вот тоже очень важный момент. Нет доверия. Когда-то в советские времена, я сам родился в советское время, у нас было замечательно, обещали светлое коммунистическое будущее там и так далее. Родители мои откладывали деньги. И произошел вот этот вот, так сказать, распад СССР. Обесценились деньги, да? Все это прекрасно помнится, да? Один раз, первая волна. Ну, хорошо, бывает. Второй момент. Когда мы уже, так сказать, приобрели независимость, мы стали самостоятельно жить, трудиться и так далее. Вот где-то, я считаю, что после 2000 до 2008 года, да, вот примерно такое золотое время. Люди хорошо зарабатывали и нормально все было. Вот. И вот после этого произошел снова спад, да? Это вот вторая волна. И, соответственно, то есть падение в долларах. Ну, понимаете, я считаю не то, что доллар, да, у нас деньги, но мы же живем на этой планете и с другими государствами. Мы не можем отдельно существовать, да? Вот, как вот, допустим, Советский Союз, допустим, они все, да, производили там. У нас, к сожалению, такого нету. У нас многие вещи не производятся. И мы вынуждены все это приобретать из зарубежных стран, как я уже говорил. Вот. И, соответственно, ты уже обращаешь внимание, что ты уже, так сказать, свое такое положение, что похуже, да, стала? Да. Есть ощущение. Лекарства тоже самое. Вот. Например, есть такое еще выражение, что за деньги здоровье не купишь. Я не согласен. Не всегда так. Потому что, если, например, если человеку нужно сделать операцию на сердце, она стоит денег, да, трансплантация, там, к примеру, да, да, и любые виды лечения, это все очень дорогостоящее. Вот. Соответственно, если человека не оказать вовремя, он может просто даже и умереть, да. Вот. То есть я считаю, что самое главное, вот, решение всех проблем, это уровень благосостояния. Ну, и, конечно, я считаю, что самое главное, чтобы все было мирно. Мы хотим, чтобы в нашем замечательном Казахстане все было, как сказать, благополучно, чтобы был мир над нашей головой. Вот. Люди чувствовали себя в безопасности, думали о своем будущем. Когда такие вот вещи происходят, нестабильность, да, люди, соответственно, начинают реагировать. Кстати, люди реагируют по-разному. Некоторые люди, вот, спокойно сидят, да, но все равно люди разговаривают на кухнях там где-то, то есть рты же не закроешь. Многие видят, что происходит в интернете, смотрят там, да, и так далее, обсуждают все эти вещи. Если они выходят на митинги, не говорится о том, что люди не в курсе. Все люди прекрасно знают, видят. Просто другой момент, какое отношение, да. Вот. Я просто вот, нет доверия. Вот мое личное мнение, почему вот наша семья не выходит. Это вот, просто доверия нет. Я думаю, что сейчас вот придут какие-то другие новые люди. А вот где гарантия, что они выполнят свои обязательства и так далее. Потому что деньги, власть и слава, это очень тяжелое бремя, которое не каждый может пройти. Вот. Да, любое, большинство людей, да, если дать огромные деньги, славу, да, все вот это, не каждый выдержит. Когда-то говорил Ленин, что можно кухарку научить управлять государством. Я не совсем согласен. Потому что если человек, нет такого большого широкого кругозора, ну, к примеру, да, все равно он будет мыслить так же. Не столь масштабно, да, хотя он сможет читать, писать там и так далее. Вот. А здесь, я думаю, что человек должен быть разносторонний. Вот. Еще один вот этот момент, что по поводу отношения к различной оппозиции. Мы не оппозиционеры, мы обычная семья, еще раз подчеркиваю. Вот. Я хотел бы сказать, что, допустим, вот Аблязов, да, есть такой оппозиционер, о котором вот пишут периодически, да. Я считаю, что вот он кого мне напоминает, вот есть же Астап Бендер, который говорит там строго на запад, да, и так далее. Ну, я не знаю, просто нет доверия на самом деле. Поэтому люди многие и не выходят на эти митинги. Многие из вас, наверное, с осуждением отнесутся к тому, что мы там не участвуем в митингах, там, и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, я считаю, что на самом деле для того, чтобы добиться хорошей жизни у нас в стране, если каждый гражданин сделает что-то хорошее не на словах, а на деле, это будет, в общем, будет очень хороший эффект. Например, мы сейчас не замолчали проблему. Мы говорим о том, что у нас падение жизни, да, в Казахстане произошло, очень сильное, люди недовольны. И вот своими силами мы, как блогеры, делаем что-то полезное. А мы же говорим это в открытую. У нас произошло падение жизни, падение уровня жизни произошло. И с этим надо что-то делать. Я думаю, это тоже влияет на общественное мнение. Многие сейчас смотрят в соцсети. И вот для того, чтобы сделать для наших казахстанцев хоть что-то хорошее на деле, а не на словах, мы и говорим об этом. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте.